Сегодня нам трудно себе представить нашу обычную жизнь без вертолётов. Но мало кто знает, что вертолётостроение имеет глубокую, уходящую корнями в средневековье историю. В конце XIX века была опубликована найденная в Миланской библиотеке рукопись Леонардо да Винчи, датируемая 1475 годом, с эскизным рисунком и описанием первого вертолёта в виде большого воздушного винта, приводимого в движение мускульной энергии человека. В 1754 году Михаил Васильевич Ломоносов впервые в мире построил действующую модель вертолёта. В годовом отчёте он пишет, что цель этой работы — создать машину, которая, поднимаясь кверху сама, могла бы поднять маленький термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине. В 1907 году французским инженером Корню был построен вертолёт и совершён первый полёт в мире, где он поднялся на высоту 30 сантиметров от земли и продержался в воздухе 20 секунд. В России наибольшего успеха среди изобретателей добился молодой, талантливый конструктор Игорь Сикорский. Подъёмная сила несущих винтов его первого, собранного в 1909 году вертолёта, оказалась недостаточной для полёта. Но зато построенный им уже в 1910 году второй вертолёт уже мог оторваться от земли, правда, без лётчика на борту. Ныне по разработанной им соусной схеме строятся знаменитые отечественные вертолёты фирмы Камов. В 1912 году молодой студент Борис Юрьев первым в мире разработал и построил вертолёт по схеме, ставшей ныне классической, с одним несущим и одним рулевым винтом. Сегодня её имеет 98% всех построенных в мире вертолётов. Советское, а затем и российское вертолётостроение по праву заслужили звание одного из лидеров мировой авиации. Свыше 5200 отечественных вертолётов эксплуатируется в более чем 80 странах мира. Многие конструктивные и научные решения отечественных вертолётостроителей уникальны и не превзойдены за рубежом. Только фирма Камов может строить вертолёты оригинальной соусной схемы. Только советским авиаконструкторам удалось создать работоспособный вертолёт поперечной схемы. А вертолёты Ми-8 можно встретить практически в любом уголке мира. Он стал своеобразной авиационной визитной карточкой нашей страны. Роль вертолётов в развитии СССР и России огромна. Недаром Михаил Леонтьевич Миль всегда утверждал, что наша страна как будто создана для вертолётов. Сегодня на базе корпорации «Оборонпром» на основании указа президента России от 29 ноября 2004 года сформирована вертолётостроительная компания «Вертолёты России», включающая в себя полный цикл. Разработку вертолётов конструкторскими бюро «Миля», «Камова» и «Казанского вертолётного завода». Серийное производство вертолётной техники. Улан-Удэнский авиационный завод, Казанский вертолётный завод, Рост-Вертол, Кумертауское авиационное производственное предприятие и Арсеньевская авиационная компания «Прогресс». Производство вертолётных тренажёров. Ред-Кронштадт. Ремонт вертолётов. Новосибирский авиаремонтный завод. Сервис и маркетинг. Вертолётная сервисная компания. Сервисные центры за рубежом. Основная задача вертолётов России – это формирование современных производственных отношений вертолётостроений. Повышение эффективности производства. Улучшение финансовых показателей предприятий. Координация деятельности всех участников холдинга, разработчиков вертолётов, серийных заводов, поставщиков комплектующих, сервисных и ремонтных компаний. Московский вертолётный завод имени Михаила Леонтьевича Миля – научно-производственный комплекс. Разработчик вертолётов марки «МИ» – один из лидеров мирового вертолётостроения. За 60 лет на МВЗ спроектировано и построено полтора десятка базовых моделей вертолётов, каждая из которых имела многочисленные модификации, общим числом свыше 200. Для того, чтобы сегодня быть конкурентоспособным на рынке вертолётостроителей, причём я говорю, конечно же, не только о России, а и о наших возрубежных коллегах, надо обладать не только знаниями и высокими технологиями, но надо обладать и чутьём. То есть, с каким продуктом тебе надо сегодня работать с тем, чтобы оказаться в нужное время и в нужном месте с тем, чтобы эти вертолёты продавались, ну или этот продукт. Таким образом, сейчас приходится думать не только о задачах государственного предназначения, но и о том, что нужно сегодняшнему бизнесу, сегодняшним, так сказать, деловым людям, сегодняшним нефтяникам, ну и так далее. То есть, требования видоизменяются. Если раньше было требование, только бы он летал надёжно и в течение какого-то времени, то сейчас, как я уже сказал, появляются требования комфортабельности, требования специального назначения и так далее. Фирма «Камов» — одно из ведущих мировых вертолётных конструкторских бюро. Занимается разработкой и постройкой всех типов вертолётов марки «Камов» различного назначения. Для военно-морского флота, сухопутных войск и гражданских эксплуатантов. Все вертолёты наши дети, понимаете, они как дети рождаются, и как дети растут, мужают, развиваются, выходят замуж, женятся. А мы как родители сначала носимся с ними, потом таскаем по больницам, а потом, так сказать, пожинаем плоды. Уже сегодня можно сказать, что массовое применение вертолётов в мобильных конфликтах — это единственная возможность успешно вести боевые действия. Потому что именно вертолёт сегодня способен выполнять практически все технологические функции, которые должно нести боевое подразделение взвод на боевые операции. И действительно вертолёт станет и транспортом, и боевой машиной, и машиной снабжения, и так далее. Он тоже изменится под влиянием ситуации, потому что сегодня дорогое средство, это сложное средство, и пилотировать его сложно. Но для того-то и существует инженерная мысль, для того, чтобы сделать его более простым, более надёжным, более способным для пилотирования без серьёзной подготовки, вертолёт — это военная машина будущего. Казанский вертолётный завод — один из крупнейших в России производителей средних вертолётов. Производят вертолёты Ми-8, Ми-17 и опытные вертолёты Ми-38. В 2004 году завод приступил к производству продукции собственных конструкторов — лёгкого многоцелевого вертолёта «Ансад», а в настоящее время идёт подготовка к выпуску другой собственной модели — лёгкого вертолёта «Октай». Впервые за постсоветскую историю отмечена позитивная тенденция к увеличению внутреннего спроса на вертолётную технику. В 2006 году вертолёты приобретались российскими министерствами и ведомствами ФСБ России, ГУВД города Москвы, МЧС России, авиакомпаниями, в частности «Газпромавия» и другими крупными российскими компаниями. Сделан заказ от Министерства обороны России. И теперь с полной уверенностью можно сказать, что консолидация вертолёта строительной отрасли России состоялась.